немного устал я от охоты за крупной хищной рыбой и поэтому решил сегодня налегке выбраться на озерцо и половить карасей на поплавочную удочку на дворе начала августа сегодня достаточно погожий денек по сравнению со всеми остальными сегодня тепло прошел дождик с утра сейчас начинает парить ну я думаю что сегодня будет хороший клев по крайней мере я на это надеюсь ну а что будет на самом деле мы с вами скоро узнаем после проливного дождя в лесу достаточно душно за мною стремилась куча комаров поэтому о кстати ничего себе грибы то уже пошли вот это да видите короче говоря лес полон жизни полон грибов полон ягод короче говоря голодной смерти тут точно не пропадешь ну надеюсь что и корости сегодня будут отмена у нас россии привыкли к тому что все новое это всегда плохо но не в случае хиробуна если рассматривать хиробуну как достаточно бюджетный вид ловли мирной рыбы то мне для того чтобы начать ловить на хиробуну потребовался всего бы косарь денег и в принципе если так взять и посмотреть на общие цены на обычные маховые удилища европейского типа то есть я имею ввиду обычные махалки можно сказать то что хиробуна это достаточно дешево потому что за примерно 300 рублей вы можете взять набор из трех хороших поплавков примерно за 600 рублей вы можете взять удилище можно взять и дешевле но это уже будет прям совсем плохое удилище вот рублей за 600 удилище ну и рублей в 300 вам обойдется еще крючки грузила коннекторы там всякие маленькие и так далее тесто вы можете сделать самостоятельно ну и собственно говоря вот 300 плюс 300 плюс 600 1200 рублей у вас уйдет на все про все чтобы попробовать такой прекрасный метод ловли белой рыбы как хиробуна я сейчас никого не агитирую паси бог это вот просто полезная доходчивая информация для тех кто все-таки решит попробовать заняться или начать ловить способом хиробуну ну а там дальше если вы вольетесь в эту так скажем секту потом уже пойдут и леча чуть чуть подороже и придет понимание всего что вообще в принципе происходит и какие оснастки и так далее большой неизведанный мир я думаю что для увлеченных рыбаков это будет очень интересно вот за что мне так нравится сосновый бор смотрите какая красота пригорки сосны редкий бурелом дышится хорошо как красиво растет волчья ягода может вкинуться смотрите-ка рядом с брусника еще и черника пролетает прикольно я иду уже по болоту продвигаюсь на место своей рыбалки там на той стороне озера уже стоит какой-то рыбак пытается им что-то там ловить ну мы тут сейчас куда-нибудь присоседимся где будет заход у меня атакуют чайки бакланы прямо заходят на атаку и метят прям в башку не знаю что с ними делать паразит вот паразит летают пытаются атаковать замучают они меня сегодня ну вот собственно говоря и причина того почему меня атаковали это вот детеныши этих бакланов они видимо подумали что я пришел их разорять пришел на местечко тут тут сижа небольшая ну и сейчас буду расчехляться ставить рогульку и уже устраиваться конкретно рыбалить удочку я возьму длиной 5 целых четыре десятых метра такой вот хиробуну хайзен вот так вот я настроил удочку свою и сейчас уже буду ставить оснастку на оснастки для этих удочек у меня лежат в пенальчике в таком также у меня тут есть несколько каучуковых мячиков для чего они нужны я вам чуть попозже расскажу оснастка хранится на мотовильцах на котором есть наименование поплавка на которые она предназначена в данном случае это черный поплавок и рыбалка в пол воды но мы будем настраивать так чтобы у нас клички касались водорослей оснастка крепится кончик удочки на удавку таким вот нехитрым образом накидывается и фиксируется вот так все никуда она не денется поплавки я хранил вот в таком тубусе нам нужен черный поплавок вот такой поплавок у меня с небольшой дополнительной бабушкой чтобы его было лучше видно и сейчас мы его закрепим крепится он очень просто очень быстро есть вот такой коннектор у него вставляется поплавок все больше эта оснастка никуда не денется теперь нам надо промерить глубину глубину мы будем мерить с помощью каучукового мячика каучуковый мячик мы будем крепить к нижнему крючку так вот втыкаем у него крючок и начинаем забрасывать и промерять в общем я выставил глубину таким образом что у меня крючок нижний чуть-чуть касается водоросли сейчас я наверное даже еще поменьше сделаю глубину потому что водоросли здесь недостаточно высоко поднимается от 1 поэтому чтобы насадку было рыбе видно чуть лучше мы чуть-чуть приподнимем ты уже можно будет замешивать тесто замешаем небольшое количество без добавления глютена глютен это такие связующие волокна простонародья клейковина которые нужны для того чтобы тесто хорошо держалась на крючке вот верхний крючок будет с тестом без глютена чтобы он осыпался а нижний мы замешаем с глютеном чтобы он получше держался на крючке в общем вкладывается такая ситуация я сейчас просто не успеваю закидать закидываешь сразу же поклевка подсекаешь и никого сейчас попробуем садить маленький кусочек теста именно тот и другой крючок и попробуем изловить эту неуловимую рыбу не успел закинуть уже поплавок притопило наверное заглатывает вот такая вот рыбка клюет это озерный гальян он мне уже всю душу тут вытравил добавил я в тесто глютен но клюет вот это вот мелочи я так подозреваю что просто даже если карач там есть то не может не успевает заглотить нашу насадку в общем ребята эти рыбы меня однозначно уже просто одолели не знаю что делать уже на другую удочку сейчас начал рыбачить уже поставил поплавок такой массивный и вот уже насадил короче на один крючок целый пук опорошей на другой крючок насадил целого червяка но сейчас буду как-то пытаться не знаю отсекать эту мелочь потому что она просто меня заколебала просто закидываю перст постоянно закидываю 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 короче говоря эти рыбы меня одолели они клюют просто на голый крючок будем как-то с этим бороться и ждать вечернего выхода карася потому что я знаю что в этом озере с наступлением сумерек мелкая рыба куда-то уходит и на кормленное место обычно приходит карась вот его собственно говоря будем дожидаться но сейчас будем как-то бороться с этой мелкой рыбешкой так я не гордался в этом месте карасей на той стороне рыбак ловит частенько вытаскиваю я вижу так что сейчас буду пробовать пройти на ту сторону и попробую там половить пытаюсь найти дорогу в обход этому озерцу и все-таки на вечерку на сумерке попытаться вылезти туда где ловит мужик не знаю что сегодня с карасем видимо то ли ему жарко то ли ему слишком слезло эта рыба так-то капризная так что хорошо что увидел что мужик ловит так бы и думал что вообще ничего не клюет интересное препятствие которое нам надо перейти уй поет я ушел просто от мужиков достали а чё они доходу ходят стонут я сначала там начинал рыбачить на той стороне но она стонут елки мотал а чё стонут пришел на эту сторону пробежали долго таскал то доски неделю строю неделю целую туда-сюда ходил ну почему на рыбалку иду возьму с собой сколько сколько влезет в рюкзак досок солидный улов солидно да это не солидно килограмм пять надо больше нам пойдет 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 насадилась вот кукурузку кто-то ее уже вербанит потихонечку а 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 В общем, он тут сколотил себе вот такой вот бунгало, все цивильно, плавочка, тут навесик, вот, клееночку стелешь, все, можно от дождя скрываться. Тут вот пропилы есть вот такие вот под удочки, чтобы удочку устанавливать, гвоздь загнутый, чтобы специально удочку можно было держать. Вот, в общем, секрет по рыбалке, это просто, надо было ловить на кукурузу, а я кукурузу сегодня дома забыл. Точнее, на полпути вспомнил, но было уже поздно. Короче говоря, мужик оказался мировой, оставил мне кукурузу, а тут немного, короче говоря, я ему помог сложить удочку. Так получилось, ну, в силу слов, что оставил ему велище на жаре, и его расперло, и оно заклинило. Короче говоря, не знаю, насколько это может быть правдой, вот, но, короче говоря, сложили ему удочку ему, ну, и все, потихонечку посидел тут немного, потрындели, ну, все, и он убежал, поймал, наверное, где-то килограммов 7-8 карасей, штук, наверное, 40. Такие достаточно хорошие карасики упитанные. Вот, я на кукурузу уже смог поймать одного карася, и два у меня сошло, ну, мужик оказал то, что у меня маленькие крючки, то есть надо крючки побольше ставить, чтобы рыбачить на кукурузе. Короче говоря, на классическое хиробоновское тесто здесь ловить, скорее всего, не получится. Почему? Потому что галияны просто, она просто все сбивает, и, ну, это уже будет не рыбалка, а точно так же, как я полдня сидел и пытался что-то поймать, ничего у меня не получалось, потому что был сплошной цикл, перенос, заброс, подсечка, перенасаживание, заброс, подсечка, перенасаживание, все-таки отдаливаем. Ну, а сейчас нет-нет, да вроде как на крючок подсаживаются карасики, так что я думаю, что есть у нас возможность еще реабилитироваться и отловить. О, потянул, 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 потянул. Небольшой карасик. О, потянул, потянул, потянул. Ого, это на тесто хиробуновское, клюнул. Кукурузу не хотел брать, смотри-ка что. Плотненький карасик. Толстячок. Короче говоря, настала абсолютно полная тишина. Сейчас поплавок у меня стоит, не шелохнется. Рядом какие-то круги расходятся. Я думал, что будет клев карася, я думал подождать прям темноты, поставить светящийся поплавок и попробовать изловить прям совсем хороших крупных рыб. Но что-то как-то у меня сегодня клев не задался. Не знаю почему. Наверное, потому что кукурузу я сегодня не взял. Сюда я вернусь в ближайшем будущем и все-таки изловлю своих карасей. Для меня это будет через несколько дней, а вы сможете увидеть это прямо сейчас. Поэтому всем вам приятного просмотра. Продолжайте смотреть эту рыбалку. С прошлой рыбалки прошло 3 дня. Сегодня, как вы можете заметить, я уже на самом деле налегке. Сегодня я взял кукурузу, большие крышки. Так что сегодня дело остается только за карасями. Вы можете заметить, у меня сегодня новая кепка. Эти кепки делает бренд под названием Fisher Mad. Это, наверное, самые правильные кепки из всех, которые у меня были. Обычно бывает кепку покупаешь, ходишь в ней какое-то определенное время. Потом тебе надо ее постирать. Ты засовываешь стирать на машину, стирается и потом теряет форму. Потому что у нее просто тупо неправильный крой. А здесь крой правильный и вот эта вот часть, она после стирки не сминается и форму не теряет. Ну и плюсом ко всему, это чисто рыбацкие кепки. Как правило, на них вышита щука. У меня, как вы можете заметить, тоже тут щука такая прям вышитая, красивая такая. Эти кепки налазят практически на любую голову. Вот у меня голова 58 размера. И застегнута кепка у меня вот так вот. Если голова большая, то эта кепка налезет. Причем она не просто по объему здесь, она просто покроет достаточно большая. Надеваешь ее и голова достаточно свободно себя чувствует. Прям комфортно. Ссылочки на эти кепки у меня будут внизу в описании к этому видео. Проходите, смотрите. Какой красавчик растет. Недавно пробился совсем. Еще один. Вот тут у меня, смотрите-ка что. Шишечки. Кедровые. И тут же рядом черника. Ну вот походил рядом, посмотрел. Собирал уже четыре шишки. Собирал уже сколько километров, получается- Я ведь исп ampяota досуга на тихон Bernаде. Тихон. Субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите какая бобровая плотина тут от бобра самого я еще ни разу не видел Вот там окуни плавают мелкие вот такие вот Ничего себе Ну вот я вышел к озеру сейчас иду по болоту чуть-чуть проваливаюсь но это фигня сейчас уже совсем скоро будем начинать рыбалку Пришел на место рыбалки сейчас надо будет немного оборудовать подход к воде Надо будет постелить немного палок вырубить травку ну и уже там будем закормляться Оборудовал я себе вот такую вот засидку чтобы можно было стульчик поставить разместить рогульку И вот в ту сторону мы будем сегодня закидывать и рыбалить Много людей спрашивало о том что это такие за рогульки Это рогульки для ловли на хирабуну продаются на алиэкспрессах достаточно большое количество там всяких разных моделей Вот ну я оставлю ссылку проходите смотрите выбирайте У меня вот такая вот достаточно длинная Вот Стыкаешь ее и все и удочка нормально стоит Причем кончик удочки смотрит в воду То есть находится под водой и поэтому ветровое течение совершенно не страшно Вот так вот воткнул Вот и все Удочка у меня длиной 5,40 хирабуна хайзен версия хард Стоит она на алиэкспресс порядка полутора тысяч рублей Хорошая удочка, очень легкая, достаточно жесткая, но в то же время достаточно гибкая Поэтому карасей вываживать во-первых комфортно, во-вторых одно удовольствие Сейчас за одну прикормочку еще замешаем В прошлый раз у меня было очень большое количество сходов из-за того что у меня были Крючки, так скажем не предназначены для ловли на кукурузу Короче я проехался по магазинам, искал крючки с тонкой проволокой, но так ничего не нашел Поэтому взял вот такие вот крючки Они небольшие И сейчас мы из такого крючка сделаем крючок, который будет предназначен для кукурузы Делается это достаточно просто Берется крючок и начинаем его под разгибать Вот так вот Разогнули, чуть-чуть загнули Разогнули, чуть-чуть загнули И такими вот нехитрыми манипуляциями у нас увеличивается поддев крючка Так вот поддев увеличили Подогнули Ну и вот у нас получился крючок На который хорошо будет насаживать кукурузу И из которого будет меньше пустых поклевок Рядом с поплавком расходятся пузыри Начинают кто-то приклевываться Вроде как похоже на карасевую поклевку Пока не буду подсекать, еще подожду Ну давай Я надеюсь, это карась Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Как выкладывает Ну вот Первый рыб пойман Интересные поклевочки Похоже, что карась Похоже, что карась Ой-ой-ой-ой Вот на кукурузу не захотел брать На хиробуновское тесто взял мелочь Хочу вам показать, что происходит с тестом хиробуновским Когда оно попадает в воду Это капец И это тесто у меня замешано с очень большим количеством глютена, поэтому оно с крючка не спадает А так они сразу же сдирают Дикие рыбы Просто дикие Видите, кишмя кишит их Озерный галиян Поэтому нужен поплавок Менее чувствительный Нужно тесто с большим содержанием глютена Либо кукуруза Иначе будет сразу же сдирать Кошмар Горстями черпать можно Жесть Офигеть Вообще ничего не боятся У меня вот рука Все, содрали Даже пустой крючок эту атакует Дурные рыбы Непонятно, то ли это галияны так То ли это карась плюет Лотерея В общем Можно подсечь попробовать Можно еще подождать Лучше, наверное, подождать Кошмар Никаких нервов не хватит Чтоб на поплавок так смотри Ой-ой-ой Вот это точно карасевая поклевка Надо подсекать Надо подсекать Хороший Хороший попал Карасик Луковь Красавчик Мужик, которому я в прошлый раз помогал Все уже удочки сворачивает Не клеет Пошел куда-то Не водится Ну и В整ое Смотрите Св CORTA nesse Клеюсь на хорошо клюну Утчудео это Вот че делает Вот че делает Поднимает Ну давай 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 Пошел, пошел, пошел Вот он Хороший Хороший Долго приклевался Красик В общем сижу я уже целый день И поймал я всего-навсего 5 карасиков Это фиаско, братан Вот они, мои караси Красавчики Еще гальян попал тут Запутался в сетку Вот они Гальянчики Поменялся ветер Стало как-то прохладно Не знаю, может быть на это карась среагировал Мужик, который сидел рядом Где в прошлый раз я рыбачил На его оси же Ну в вечерном смысле Он уже свалил Тоже говорит не клюет ни шиша Так что не знаю Вот такая вот сегодня рыбалка Короче говоря это фиаско, братан Клюют только вот такие вот гальяны Ну а че с ним не делать Их не интересно ловить Были бы они килограмм по полтора весом Тогда другой разговор А так че Не знаю Буду сейчас наверно сворачивать удочки Буду сматываться домой Вот такая вот рыбалка получилась Однако отчаиваться не стоит Потому что впереди еще много интересных поездок Много интересных рыбалок Много крупной и здоровой рыбы Так что обязательно подписывайтесь на канал Все те кто не подписан Не хвастанет чешуи Увидимся с вами в следующих видео Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok